здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала и не хочу поделиться с вами как я сделала вот такую юбочку для елки методом осьминожки но в двух цветах как говорится не было в счастье так несчастье помогло было у меня два килограмма вот этого зеленого ротанга но я сначала делала себе под елочку я показывала просто 20 литрового ведра ведро оплетала вот ну мы планируем там песок вот но потом все-таки решили сделать себе такую юбочку но уже под другую стойку купила на волдрессе стойку сейчас покажу ее вот пластмассовая стоечка с такими болтами тут пимпочка стакан под воду вот ну и самое главное что подходит под мою юбочку становится идеально вот как-то мне полюбился метод этот осьминожки и поэтому я как бы под расстроилась когда стала мерить лозы и мне буквально не хватало на одну или на две лозы вот и думаю ну что делать как-то вот смотрела смотрела но потом нашла одно видео как-то на не очень понятно рассказывала женщина ну думаю ладно попробую сделать и сделала значит натянула просто одни лозы вот эти вот белые остальное все у меня было был расчет под осьминожку остальных в зеленом цвете вот а там где у меня были вот эти вот белые стойки из этих стоек я вывела просто как бы из-под каждой стойки вывела этого зеленого ротанга ну-ка уже в меньшем количестве по длине и вот получилось у меня вот такая вот прелесть миссия как обычно делаю два через один чтобы получим получалось вот такая устойчивая такой вот устойчивый ободочек и поверху сделала такой вот жгутик тоже он как бы интересно смотрится ну и украсила в такой вот снежинкой сделано с любовью сзади это как бы получается задняя часть юбочки могут как бы вот то есть получается что осьминожку тоже можно плести двухцветную ну вот что хотела показать как я вышла из положения когда заканчивается не хватает верни ротанга пользуйтесь кто тоже попадает в такие ситуации вот можно то есть осьминожку тоже плести в двух цветах спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь всегда с вами марина матвеева